Всем привет! Давайте потихонечку начинать. Для начала давайте познакомимся. Хотел бы понять, поднимите руки, кто считает себя технарем? Занимается разработкой, тестированием? Ага, все классно. Видимо, подавляющее большинство. Расскажите, вы слышали что-нибудь про школу программистов HeadHunter? Кто слышал? Ничего себе, вот это да. Половина людей слышал. Хорошо. Тогда для вас у меня есть новость, прям с пылу, с жару. Буквально вчера, ну прям вот реально вчера вечером я ушел с хайлоуда с половины дня, и у нас открылся новый сезон школы. Это вот наши новые школьники, подписывают всякие бумажки и так далее. Так что можете нас поздравить с следующим девятым сезоном. Для начала я расскажу вам немножко о себе. Обычно, когда вы слышите такие слова докладчика, и следующей фразой является, что вот у меня там 15 лет опыта разработки, 20 лет опыта управления людьми, 30 лет опыта работы HR, ну и так далее. Моя история гораздо короче. Где-то 3,5 года назад я работал в инвестбанке трейдером. Про IT, про коммерческую разработку слышал вообще очень отдаленно. Писал какие-то небольшие скриптики себе, чтобы как-то автоматизировать рутинные вещи. Но в общем-то ни разу не был разработчиком. И случайно увидев статью на Хабре о том, что открылся набор школы, приходите, собеседуйтесь, пробуйте свои силы. Ну, я заинтересовался, пошел, прошел собеседование, и попал работать разработчиком в Headhunter. Пройдя школу, в общем-то, мне получился нужные навыки, и успешно начал свою работу. Потом, спустя полтора года, школа опять-таки помогла мне продвинуться дальше. Я стал тем лидом в компании, но кем и работаю сейчас. Также я сейчас курирую саму школу от технического департамента. Сегодня я вам расскажу о том, как устроена школа изнутри. Кто ее делает, какие там есть процессы, как мы ее делаем. В нашем докладе сегодня мы с вами не посмотрим, как поступить, и вообще, как пройти собеседенный Headhunter, каких-то читов я не расскажу. Также мы не будем рассматривать, как зарабатывать на онлайн-школах, потому что почему-то мне в последнее время YouTube очень активно это все предлагает, что это какой-то тренд, давайте зарабатывать на онлайн-школах и радоваться этому. Также мы не будем рассматривать идеи вообще, как разрабатывать сайт школы, то есть, ну, как делать Learning Management System. Давайте начнем все-таки с проблемы. Все компании рано или поздно сталкиваются с проблемами найма, и все хотят нанять все-таки идеального разработчика, который будет работать долго, счастливо, с которым не будет проблем, не нужно будет его увольнять, пинать, мотивировать и так далее. Но сначала, чтобы решить эту проблему, нужно понять, кого же мы, собственно, ищем. Кто такой идеальный разработчик? Вот в моем понимании идеальный разработчик, прежде всего, может у нас работать. Что это значит? Он знает наш стэк технологий, имеет опыт работы с ними, понимает нюансы, плюсы, минусы, сильные, слабые их стороны. Ну и, конечно же, знает какие-то основы computer science. Возможно, не супер глубоко, но, по крайней мере, что-то знает. Также наш идеальный разработчик хочет. Он хочет работать, он мотивирован, он хочет не просто работать ради работы, а он как-то видит результат, он стремится его достичь. Также он разделяет те ценности, которые есть в нашей компании. Ну и, в общем-то, ему нравится культура, которая царит в нашей компании. Ну и поскольку наш идеальный разработчик и может, и хочет у нас работать, то он в итоге будет работать. Что я под этим подразумеваю? Это значит, что его, в принципе, устраивает и компенсация, которую мы предлагаем, и какие-то нематериальные плюшки. Ну и банально ему удобен тот офис, где он будет работать. И, в общем-то, эту проблему найма такого идеального разработчика мы, как компания, решаем отчасти с помощью школы программистов. Вот уже 8 лет мы делаем этот проект. Вот, собственно, начался 9-й набор. Но 8 лет назад компания HeadHunter была не такая большая. В техническом департаменте нас было всего лишь около 40 человек, 40 инженеров. Сейчас же школа программистов – это какой-то даже, может быть, стандарт индустрии. Большущие компании делают их, делают их в разных форматах. Кто-то делает их в ВУЗе, кто-то делает их у себя, кто-то делает их от раза к разу. Но, в общем-то, это довольно популярная вещь. Но тут важно помнить такой момент, и это будет, на самом деле, в течение всего нашего доклада, что нельзя впадать в какую-то крайность, и, в общем-то, везде нужно соблюдать какой-то баланс. И школа программистов не решает проблему найма на 100%. Конечно же, мы смотрим людей с рынка, мы ищем какую-то свежую кровь, привлекаем и нанимаем опытных разработчиков. Ну, банально, потому что в школе мы рассказываем и учим только те технологии, которые знаем сами, которые используем, на которых написан наш сайт, все наши сервисы. И, в общем-то, именно этому учим наших школьников. Ну, и приток новой крови нам помогает как-то обновляться, узнавать что-то новое. Возможно, мы чего-то сами не видим, а на рынке что-то существует классное. Давайте еще подумаем о том, можно ли, в принципе, сделать школу, когда у тебя нет известного бренда большущего, который многие знают. Вообще, вы в целом не очень большая компания. Вообще, школа имеет смысл, есть ли смысл слушать этот доклад и как бы вообще разбираться, как же наша школа работает. Я специально пошел, поговорил с нашими маркетологами насчет стоимости бренда вообще, какую-то роль он играет в нашей школе или нет. В общем-то, ответ такой, что, конечно же, бренд влияет на широту охвата вашей рекламы. То есть на то, сколько людей вообще изначально узнает о вашей школе, сколько людей увидит рекламу. Но качество людей, которые получат из этой школы, и вообще, получится ли у вас сделать эту школу, и достигнете ли вы целей, которые вы ставите перед собой с помощью нее, зависит только от того, как вы будете делать эту школу, какие процессы в ней будут, и чему вы будете, собственно говоря, учить. Потому что, в принципе, как я и сказал раньше, школы делают многие компании, в том числе компании в разы больше нас, но, тем не менее, мы уже 8-9 год успешно набираем народ, и к нам идут многие на собеседование в школу, поэтому с этим проблем нет. Давайте теперь поговорим о том, что, как же мы нанимаем этого идеального разработчика. Мы хотим, конечно, нанять его, прежде всего, быстро, и школа тут помогает нам в том плане, что у нас порядка 10, но в среднем чуть меньше, от 7 до 10 выпускников каждый год. И, на наш взгляд, это классно, вот так вот за полгода раз, и в итоге на выходе сходу получить 10 хороших, качественных разработчиков. Но нужно помнить, что это суровое испытание для разных департаментов компании, потому что об этом, может быть, сразу и не подумаешь, но реально, когда выходит 10 человек, всех их как бы собрать, всех обеспечить компьютерами, местами, помочь влиться в компании, в общем-то, это нелегко, об этом тоже нужно помнить. Также школа позволяет решать проблему найма не только быстро, но и качественно. Нужно понимать, что те ребята, которые закончили школу, это ребята, которые пошли в суровый отбор. У нас порядка 1000-1200 заявок на входе, и вот на выходе получается 7-10 человек. То есть воронка очень суровая. И испытания ждут, в общем-то, на каждом шагу, и при поступлении, и в обучении, и в общем-то, везде. Постоянно народ отсеивается, вплоть до последнего момента выхода на работу. Ну и, конечно же, третье слово будет недорого. В принципе, что обучить школьника в школе, что нанять человека с рынка по прямым затратам, то есть сколько это конкретно стоит в деньгах, получается примерно равным. Но опять-таки, возвращаясь к нашей идее, что везде есть баланс, есть какие-то подводные камни, то, как мы делаем школу, влечет за собой еще много непрямых затраток. Вы это в итоге поймете, когда я вам все расскажу, что хочу рассказать. Но это, грубо говоря, время разработчиков, время всех людей, которые заняты в школе, которые, возможно, делают это не как свою основную работу, а в свободное время, либо как-то балансируя между разработкой и помощью в школе. Но, тем не менее, несмотря на эти затраты, которые довольно существенные, те плюсы, которые мы получаем кроме людей на выходе из школы, они перевешивают эти затраты, поэтому мы и продолжаем делать школу, и не планируем останавливаться. Но важно помнить, что нужно искать баланс между бизнесом и школой, чтобы, собственно, занятия в школе не мешали основной задаче компании и бизнесу компании. Немножко статистики. Довольно значимая часть ключевых сотрудников технического департамента бывшие школьники. Вот тут написано 80 из 22 темлидов. Тут можно еще учесть, что 9 человек темлидами стали, когда еще HeadHunter только появлялся, собственно, когда только формировались команды. В общем, это такие старички, которые давно-давно работают. Если их вычесть из этой цифры, потому что тогда школы еще не было, то, можно сказать, подавляющее большинство ключевых ребят – это как раз-таки школьники. Ну и 30 из 120 примерно, плюс-минус сотрудников тоже школьники. Это, в общем-то, говорит о том, что школа – это такое серьезное подспорье для найма людей с рынка. Так вот, мы поговорили о той проблеме, которая у нас есть, как-то вот общие черты набросали. Теперь я вам расскажу то, о чем, как, собственно, я думаю, вы пришли узнать. Это о нашей школе, как она работает, но в формате пяти вещей основных, которых мы узнали, пока это все делали, и о которых, на самом деле, стоит помнить, если вдруг вы решите делать свою школу, или вы уже делаете ее, и, в общем-то, тогда вы, вероятно, часть из них уже знаете и сталкивались. То есть, в общем-то, это пять вещей, которые стоит запомнить в этом докладе. Ну, изначально мы создавали входящий поток заявок с помощью маркетинговой статьи на Хабре, пару выступлений в вузах, где учились раньше наши сотрудники. Мы ввели мало статистики, мало собирали данных о людях, ну, а то, что собирали, мы практически не использовали, а что как-то в итоге у нас оседало там в Excel-файликах, мы практически там не анализировали, не делали никаких выводов на этом. Но потом, столкнувшись с разными проблемами, мы все-таки начали смотреть, кто к нам приходит, кто доходит до конца, как-то стараться анализировать эти вещи и пытаться управлять вообще всем этим процессом на основе хоть каких-то чисел. И в процессе всего этого действия у нас сформировалось понимание, что нужно минимально вообще о человеке знать, когда он к вам поступает, чтобы как-то вообще понимать, дойдет или не дойдет до конца, как он будет учиться. Но и самое важное, этот портрет, этот профиль поступающего нам помогает таргетировать нашу рекламу, таргетировать наши усилия для поиска именно тех людей, которых мы хотим позвать к себе в школу. Но прежде всего вуз. Тут тоже, как я и говорил, баланс, баланс, баланс. Везде это слово нас будет преследовать. Не стоит фокусироваться только на технических вузах. Не забывайте о нетехнических. У нас был опыт, приходили ребята, изначально не из технического вуза, но которые как-то хотели сменить специальность, сменить индустрию, и успешно проходили школу, и, в общем-то, работают до сих пор. Также, с другой стороны, не думайте, что из технических вузов к вам придут вообще классные специалисты, и будут все прекрасно знать, отвечать на все вопросы. Отчасти это объясняется тем, что сейчас очень популярно делать кафедры, и на эти кафедры, от больших компаний я имею в виду, на эти кафедры приходят, как правило, самые лучшие ребята, и могут до вашей школы в теории даже и не дойти. Следующий момент, который важен для того, чтобы понять, кто ваш поступающий, это его опыт. Казалось бы, школа, да, но кто школа? Ну вот школьники, да, это все такие слова, поэтому вроде как человек без опыта, который ничего не знает, но вот я там перед вами стою, у меня был опыт и до школы, поэтому нерелевантный опыт, это вполне может означать, что человек хочет сменить просто работу, сферу хочет сменить, и школа – это хороший вариант дать ему эту возможность, в общем-то не стоит этим пренебрегать. Также у нас были хорошие кейсы, когда в школу приходили ребята уже с опытом работы, ну, практически знали наш стек, и они с собеседованием в школу вставали, уходили на собеседование в компанию, и успешно в нее проходили и работали. Так что, в общем-то, не сужайте свои рамки, но знайте, что есть какие-то такие нюансы. Также нужно знать возраст и откуда узнала в нашей школе. Тут интересный момент был связан с тем, что в какой-то момент мы узнали, что минимальный возраст ребят, которые реально учатся в нашей школе, реально потом выходят на работу, он начинает подрастать. Причины могут быть разные. То есть это от того, что мы начали жестить на собеседованиях, начали жестить с задачами, и поэтому ребятам надо больше знаний, больше опыта, чтобы все это пройти. Либо мы просто не ищем их, просто не видят они наши рекламы, не знают они о нашей школе. Поэтому мы начали копаться в числах, смотреть, кто пришел, что, как, кто дошел. И на основе этого поняли, что просто они к нам не приходят. Не то, что мы там жестим, они что-то не знают, но они просто не знают о нашей школе. И маркетинг начал запускать рекламные кампании. Возможно, вы видели этот баннер ВКонтакте, он висел. В общем, самое важное в этом баннере на самом деле это кнопка, потому что, когда нету кнопки на баннере, никто почему-то не хочет на него кликать. Поэтому, пожалуйста, если будете делать свою школу, помните, что нужно собирать статистику, нужно ее анализировать, нужно на нее смотреть. Она реально помогает, там могут быть разные инсайты, но не считайте это все какой-то догмой. В общем-то, нужно подходить к этому всему делу довольно гибко. Ну вот, мы создали с помощью нашей статистики, с помощью наших таргетингов такой большой входящий поток в школу, заявки полетели, и надо как-то выбирать лучших, понимать, кого вы будете учить, потому что нельзя взять всех и научить всех всему. У нас прижилась такая идея оценки людей по светофору. Ну понятно, зеленый – это самый лучший, самый классный, красный – самый худший, но есть какие-то градации. Тут ничего интересного нет, кроме того, что цифрами кто-то оценивает, конечно, но почему-то нагляднее получается, вот в цветах народу нравится. Но важно оценивать человека не просто одной цифрой или одним цветом. Это получается слишком однобоко, слишком это все как-то одностороннее. Нужно все-таки стараться смотреть на человека более комплексно, с разных сторон. Поэтому на собеседованиях и на всех наших заданиях мы стараемся оценить и понять вообще. Вот человек, который к нам пришел, он вообще думает или не думает, или он просто знает какой-то набор ответов и вот их нам выдает. Ответить на вопрос, думает или нет, помогает тот факт, что все наши задачи мы стараемся сформулировать, ну, при поступлении в школу, мы стараемся сформулировать каким-то бизнес языком, но для каждой задачи можно подобрать тот или иной алгоритм, с помощью которого ее решать. Следующий момент, который нужно оценить в человеке, это понять вообще, вот он тупит или не тупит. Ты вот дал ему задачу, и он либо на 30 минут ушел в себя, и потом сказал, ой, я что-то ничего не знаю, или же он начал предлагать какие-то решения, какие-то шаги, пусть и не сразу ведущие к ответу, но вот как-то пытаться вырулить на ответ, говорить плюсы и минусы разного подхода и пытаться вот дойти в итоге до ответа. Ну и самый такой субъективный момент, который обязательно нужно оценивать, когда вы смотрели на человека, хочется или не хочется с ним работать. Но каждый человек формулирует этот вопрос для себя по-разному, некоторые думают, ну, пойду-не пойду с ним пить пиво, хочу-не хочу его видеть у себя в команде, удобно ли мне с ним общаться, я вообще хочу с ним о чем-то поговорить или нет, в общем-то довольно субъективно. Ну и поскольку это такая субъективнейшая вещь, то на собеседовании должны присутствовать два человека от технического департамента. Меньше, понятное дело, очень получается сдвинутая оценка, больше, большой стресс для школьников, ну, не хочется их вводить в излишне нервозное состояние, хочется дать возможность как-то себя раскрыть. Ну, тут наличие двух собеседующих опять-таки помогает прокачать еще и собеседующих, потому что один из них может быть опытным товарищем, который знает все вопросы, которые нужно задавать, знает ответы на них, что-то тоже важно, и знает, как вообще вести все собеседование. А другой новичок, ну, он очень хочет помогать собеседовать в школу, но вот у него может не быть опыта, да, поэтому он идет с опытным товарищем, тот ему все показывает, рассказывает и объясняет. Дальше я хочу вам показать пример, один из примеров той задачи, которую мы задаем в школе, просто чтобы понимать, как мы вот стараемся все эти три момента узнать. Ну, задача довольно банальная, раз все технари, все поднимали руку, большинство, все знают, у нас есть стэк, естественно, у него есть пуш, есть поп, тут все понятно, но опять-таки тоже, когда ты школьник, для тебя даже стэк может вызвать вопрос, вообще, что это за структура данных, потому что ты в панике на собеседовании, что-то спрашивают, ну, в общем-то, этот этап проходит большую часть людей. Следующий вопрос. Как нам постоянно иметь возможность узнать максимум в этом стэке? Ну, вроде бы, тут люди начинают отвечать, что, ну, можно пробежаться по стэку, можно как-то этот максимум хранить, может быть, один максимум хранить, можно сортировать еще один стэк, и там, в общем-то, вообще все легко. И это как раз показывает то, что человек, ну, как бы, вот думает, не думает, и выруливает, не выруливает на решение. И тут появляется важный момент, как все это делать за константное время. И то, как человек шел до ответа, как раз вот показывает, что он знает, что нет, и вообще, что такое константное время тоже важно, чтобы он знал. Так что, такой вот пример задачи у нас есть. Ну, и, в общем-то, помните, что на собеседование ходят два человека, второй человек может подучаться, в том числе, даже если он не знал, там, эту задачу, вдруг, то мог прокачаться чуть-чуть. И тут мы переходим к следующему нашему наблюдению, нашему лайфхаку, состоящему в том, что школа – это не только HR-аппендикс. Иногда может быть так, что CTO-компании или HR-директор подумали, ну, где нам брать молодую кровь начинающих разработчиков, такими, чтобы они были умными и классными. Ну, давайте, значит, организуем школу, наймем лекторов, отдадим все на аутсорс, расскажем им, что мы хотим, чтобы все знали в итоге, ну, и вот они нам будут поставлять, значит, ребят. Или, наоборот, мы пойдем там в ВУЗ и попросим, чтобы они за нас сделали всю эту программу и учили всех. Но тут, на мой взгляд, это не очень правильно, потому что важно знать, что школа не только может быть HR-проектом, она может помогать развивать своих сотрудников. Вот, к примеру, у нас в компании школу делают в том числе и разработчики, и тестировщики, и менеджеры, и дизайнеры. Мы все, в общем-то, так или иначе участвуем в школе. И поэтому школа позволяет сильно нам прокачиваться в разных направлениях. Еще большой плюс от того, что мы ее делаем сами, своими силами, состоит в том, что мы можем гибко подходить к тому, что мы учим. То есть нам не надо перекравить там всю программу или еще что-то. Мы знаем, какие технологии у нас есть сейчас, как мы их используем, и поэтому год от года программа сильно меняется от того, кого нам надо нанять и так далее. Поэтому гибкость тоже это важно и клево. Так как же в итоге могут развиваться ребята, которые помогают делать школу внутри компании? Прежде всего они читают лекции. Как вы знаете, раз вы все разработчики, прочитать лекцию или что-то рассказать перед людьми, это довольно стрессовый такой процесс. И поэтому мы стараемся помочь всем нашим разработчикам делать это. Мы делаем тренинги, приглашаем либо тренеров, либо опять-таки возвращаясь к тому, что если в компании нет ресурсов, или она маленькая, или еще что-то, то можно делиться опытом. Кто-то, возможно, имел опыт в публичных выступлениях, может рассказать будущим лекторам вообще, как это стоять и рассказывать что-то. То есть не обязательно нанимать профессионального тренера, чтобы он учил ваших лекторов. Опять-таки можно это делать самим, в этом нет ничего страшного, и в принципе прекрасно работает. Важный момент, что лекторы должны получать обратную связь про свою лекцию, они должны получать какие-то оценки, и это тоже отдельный вопрос, как собирать обратную связь со школьников. В общем-то мы тут еще не пришли к какому-то хорошему решению, пока экспериментируем. Еще важный момент. Ребята могут получать тот опыт, который они получают во время своей обычной работы. То есть разработчик может не уметь руководить командой или проектом, и школа ему помогает. Опять-таки, все я пробовал на себе. Вот я живой пример. Когда я полтора года после школы проработал разработчиком, в компании открылась позиция темлида. Старый темлид уехал за границу, как это популярный тренд в последнее время. Образовался внутренний конкурс. Я пошел на собеседование, мне позадавали какие-то вопросы, типа, как управлять командой, как мотивировать ребят, как смотреть, человек реально гребет и пытается что-то разобраться сделать, или он просто котиков смотрит на ютюбе. И вообще, как управлять конфликтами. В общем, какие-то странные вопросы, с которыми ты не всегда сталкиваешься в обычной жизни, когда пишешь код. Я, конечно, что-то ответил, но провалил собеседование. Видимо, ответы были какие-то неправильные. И тут я понял, что опыта у меня реально нет. Я реально не знаю, что делать в этих ситуациях, которые были на собеседовании. Непонятно. И тут началась пора школы, начался очередной набор и школьный проект. В деталях о школьном проекте я расскажу чуть позже. Но, тем не менее, я пошел куратором одного из проектов внутри школы. Получил опыт управления командой. Вообще, как с ними взаимодействовать. Как создавать команду из просто пятерых ребят. И следующий собеседование успешно прошел. Стал тем лидом. Это Мурат. И, в общем-то, это получилось очень классно. И довольно естественный процесс получился. Также ребята могут узнать что-то новое. Другие технологии. К примеру, тестировщики могут ходить слушать про разработку. Все дружно могут ходить слушать про дизайн. Вообще, все вместе могут ходить слушать про девопсы, про эксплуатацию. В общем-то, это тоже возможность узнать что-то новое, не выходя из офиса. Опять-таки, лекций много. Можно выбрать, на что пойти. Довольно классно. Поэтому, это реально важно. Стараться использовать школу по максимуму. Прокачивать ребят. И школа не является только инструментом для найма. И, возможно, даже не столько инструментом для найма. Ну вот, все, ребята учатся. Все классно. Мы ведем Excel-файлик. Там ставим оценки. Оценки ведет только лекторы. Потом мы, ребят, как-то сортируем, кто классный, кто не классный. И, в общем-то, так все это происходит внутри. Тут возникает проблема. Я, как школьник, не знаю, насколько крут мой сосед. А вообще, стоит ли у него что-то спросить, проконсультироваться, подсмотреть, может быть. И вообще, стоит ли с ним как-то пытаться коммуницировать. Крутое, не крутое вообще? Непонятно. Непонятно, я, как школьник, я вообще нормально, я делал какие-то домашние задания, хожу на лекции. А где я относительно всех других? Не очень понятно. Самые такие смышленые, самые бодрые ребята догадывались спросить лекторов. Типа, ну как вообще все остальные-то решали домашнее задание? Потому что домашнее задание у нас не то, чтобы тест. То есть ты можешь его решить, можешь не решить, можешь решить лучше, чем ожидал лектор. То есть это как разработка. Нет какого-то там прям вот пятерка тебе и все. И в какой-то момент родилась идея делать публичные рейтинги, их показывать. Ребята эту идею подхватили. В каком-то смысле даже улучшилась успеваемость. Появился здоровый дух соревнований. Ребятам стало ясно. Вот я решаю задачки, становлюсь все круче и круче. И всем школьникам стало понятно, с кем стоит вообще тусить, с кем стоит решиться и узнавать, как же у него там все происходит. Потому что в школе тоже обмен опытом между школьниками имеет место быть. Поэтому геймификация в целом, соревновательность – это классная штука. Она заходит в том числе в школе и во многих других процессах. Поэтому не бойтесь ее тоже использовать. И публичный рейтинг – это классно, публичность в принципе хорошо. Тут мы переходим к, на мой взгляд, самому интересному, но и последнему лайфхаку, который мы узнали во время школы. Это проект. Коротко, если так сказать. Нужно помнить, что школа – это не только теория. То есть мы в течение школы, которая длится 6 месяцев, один набор, мы первые 3 месяца как-то синхронизируем знания между ребятами, чтобы они все знали плюс-минус те технологии, которые у нас есть. Это лекции, домашние задания, может быть, семинары. Но это, в общем-то, теория по большей части, хоть и есть какие-то домашние. И тут наступает вторая часть школы. Три месяца. Это командная проектная работа. Мы делим ребят на команды. На 5-6 человек. Выделяется один куратору технического департамента, как раз кем я в свое время попробовал быть. И вот этот куратор может выбрать любую роль. От тимлида и помогать ребятам ревьюить код, как-то помогать им в разработке. Этот куратор может быть проектом, просто настраивать процессы в команде, как-то их там кооперировать. Может даже продуктом. То есть он мог сгенерить какую-то идею и эту идею реализовать внутри команды. Немножечко об идеях. Мы каждый год, каждый-каждый год стараемся спросить школьников. Ребята, вот наступает проект, что вы хотите делать? Ну а пока, в общем-то, все предлагают, но полноценной идеи не было еще ни разу, поэтому школьные идеи мы не брали. Но идеи появляются от продуктовых наших ребят, которые хотят быстро и недорого проверить какую-то гипотезу. И школьная команда – это прекрасная возможность для них. Идеи появляются из технического департамента, когда ребята хотят попробовать новую технологию, как-то перевести новый сервис на другой язык, старый сервис на другой язык. В общем-то, технический департамент тоже может предлагать идеи. Так вот, в общем-то, ребят мы организовали в команды, и они начали работать. Но тут появляется проблема, что вузы дают как бы фундаментальные знания по компьютер-сайенс, да, вот это есть. Но командная работа – это какой-то тихий ужас, потому что, когда ребята в пятером садятся, вот как вместе делать какую-то задачу, вообще непонятно. Вообще непонятно, как друг с другом разговаривать, как с друг с другом коммуницировать, и как делить задачи. Вообще ничего непонятно, поэтому это довольно сложно заходящая вещь. И тут роль куратора, она очень большая. Насколько классно он сможет из пяти-шести ребят, которые слабо, ну или не слабо, уже знали друг друга, как же он сможет сделать из них команду. Ну и тут появляются стендапы, которые проводятся обычно онлайн. Тут появляется совместное владение кодом, гитхаб и все такое. И все это дело стимулирует общение, синхронизацию знаний внутри команды. Тут есть небольшая фотография. Несмотря на то, что ребята улыбаются, это ретро на самом деле. Ретро, как все вы знаете, это такой грустный процесс. Это фотка как раз той команды, с которой я курировал. Мы там рассуждаем, что же классно, что не классно. И ретро, понятное дело, это часть процессов. Без процессов никуда. Они очень нам сильно помогают организовывать команды. Процессы мы внутри школы внедряем ровно те, которые есть у нас в компании. Мы не выдумываем их из головы. И не надо бояться дать ребятам прочувствовать на своей шкуре то, что вы чувствуете в своей жизни постоянно. Возможно, это нужно как-то уменьшить, сделать как-то покороче, потому что все-таки надо успеть, чтобы они что-то сделали по самому проекту. Но, тем не менее, реальные процессы и их внедрение прямо в рамках школы и обучение этим процессам именно на практике – это классно. Это сторимапы, декомпозиции, оценки. И важный момент – демо. Демо – это тоже большой стресс. Как я сказал, наш проект длится 3 месяца. После каждого месяца маленькая демо внутри школы. Ну, тут все понятно. Ты стоишь перед своими школьниками, перед своими коллегами, с которыми ты 3 месяца учился, и все классно. Тут особо не страшно. И тут наступает финальная демо в конце 3 месяцев. Это вообще, это очень страшно, потому что на него приходит весь техдеб, вообще весь хэдхантер приходит, генеральный директор. Мы об этом обязательно всем школьникам говорим, чтобы они еще и сильнее нервничали. Короче говоря, всем страшно. Плюс еще, ну, ты как бы защищаешь не просто то, что ты делал после этой 3 месяца, ты же защищаешь, что делала ваша вся команда. И поэтому тут довольно все это страшно. И техдеб не сидит молча, а он задает вопросы. Задают вопросы провокационные, и все приходят туда именно ради того, чтобы, ну вот, а зачем вы решали эту идею вообще? А вот почему вы так? А почему вы этот язык или не тот? Это важный навык для школьников, потому что демо – часть нашей работы. Мы точно так же продаем идеи и продаем продукты, которые мы сделали нашим внутренним заказчикам. Поэтому опыт стресса, и, в общем-то, это тоже позитивно, и ребята учатся. Тут пару фоток. Вон там где-то в середине сижу я. Вот в углу с лентой наш школьник. Ну, все пытаются что-то рассказать, показать, потому что в конце трех месяцев это реальный какой-то продукт, его можно потрогать, можно посмотреть, как же он работает. Поэтому не бойтесь внедрять свою культуру сразу. Не нужно делать какую-то игрушечную атмосферу, не нужно смотреть, что школа – это просто какой-то игрушечный проектик, на котором мы вот сейчас быстро научим, как писать на Java, а все остальное – неважно. Нет, внедряйте то, что у вас есть. Но и не выдумывайте лишнего. Если у вас нет стендапов, но вы просто слышали, что это клево и работает. Не надо в школе просто ради прикола это делать, потому что, возможно, у вас… Ну, их потом нету, и это тоже лишняя информация будет. И если у вас agile, ну, значит, не надо в школе, чтобы Team Lead брал, задачи поделил, отдал, там, потом оценки поставил. Нет, agile у вас на работе, agile в школе. Вот, все должно быть. Ну, и, понятное дело, школа все-таки это наив. В конце концов люди выходят на работу. Ну, что такое собеседование для всех нас? Собеседование – это всегда какой-то стресс. Ну, если только ты не идешь, просто ради того, чтобы узнать, что же они делают в этой компании и просто познакомиться. Но после школы это практически происходит безстрессово, потому что уже полгода мы смотрим на этих ребят. Мы их научили ровно тому, что хотим, чтобы они знали. Ровно тому, что вот нужно прямо сейчас взять и использовать в компании. Для нас это не стресс, мы уверены. Ребятам не стресс, тоже они все знают, все классно общались с этими людьми, с которыми они проходят собеседование. Важно на собеседовании, что можно спокойно выбрать команду. Все команды разные. Кто-то больше архитектурные вопросы решает, кто-то продуктовый. И ты на собеседовании реально спокойно можешь поболтать с человеком, вместе с этим во время школы не поболтал еще, конечно. Что они делают, как вообще познакомиться, как-то найти общий язык и выбрать, куда же ты хочешь идти. Ну и плюс ты уже полгода знаешь все обо всех, как правило. В общем-то, если вы хотите зафоткать какой-то слайд и запомнить вообще весь итог моего доклада, он вот, это пять лайфхаков, которые мы узнали. Соответственно, введите статистику, он помогает делать какие-то выводы, но нужно на нее смотреть. Просто так ее вести смысла нет, нужно ее использовать. Не оценивайте у людей формально. Люди все-таки такие, это сложно, их оценить очень сложно. Смотрите с разных сторон, помогайте человеку выйти на решение и оцените разные его сильные стороны. Также не делайте школу только HR-проектом, участвуйте всей компанией, пусть текущие сотрудники читают лекции, помогают делать домашнее задание, ведут проекты, слушают чужие лекции. В общем-то, школа пускай помогает и развивает текущих сотрудников. Показывайте целиком картину всей школы школьникам и вообще внутри компании тоже может быть, чтобы все видели, кто где находится. Гимификация тоже в целом классна. И школа, это важно, что это не только теория, практика это обязательно, и практика не просто какая-то абстрактная, а конкретно то, что вы делаете, те процессы, которые у вас есть, то, как вы работаете, не надо бояться и беречь школьников. В общем-то, весь хардкор им можно показывать, просто как-то их поддерживать. Поэтому, если хотите делать свою школу, вот помните о этих пяти вещах. Но и не забывайте продумать все риски. Школа сложный проект, важно соблюсти баланс везде и, в общем-то, о рисках тоже не забывать. На мой взгляд, школа, это вообще в целом очень классный проект, который позволяет людям найти друг друга, позволяет хорошим разработчикам найти хорошее место работы, хорошей компании найти тех мотивированных и скилованных сотрудников, которые все хотят найти, но они все куда-то уходят и непонятно, где они вообще находятся. Также школа позволяет подружить теоретическое и высшее образование с требованиями индустрии и найти какой-то симбиоз между этими двумя вещами. Поэтому школа – крутой проект, который позволяет, в общем-то, реализовывать разные мечты. Задавайте вопросы. Если не зададите, пишите письма. Всем спасибо, кто меня слушал. Это я еще в банке. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопрос такой. Насколько я понял, школа у вас скорее маленькая и бесплатная для школьников. В этом смысле вы делаете школу, чтобы именно растить себе кадры с такой целью, или чтобы делать мир лучше? Если первое, то сильно ли вы расстраиваете, когда выпускники решают не идти к вам работать, и если расстраиваетесь сильно, то стимулируете ли вы их, или просто отпускаете? Спасибо за вопрос. Вопрос сначала звучал, значит, маленькая ли школа. Тут сложно сказать, но, наверное, в формате индустрии она действительно не очень большая. Школьники учатся бесплатно, действительно. У нас был разный опыт с выплатами стипендий, всякие такие вот вещи. Мы там много экспериментировали, но, в общем, школьники… Не это мотивирует ребят реально доходить до конца, потому что школа долго идет, и процесс отсева очень-очень большой, процент отсева очень-очень большой, поэтому деньги тут… Те деньги, которые мы готовы платить, они не очень-то мотивируют ребят. Насчет того, что делаем ли мы, чтобы вырастить кадры, или же сделать мир лучше, ну, тут, наверное, я бы ответил так, что это двоякий вопрос, конечно. Как компания… Ну, я не директор, я, конечно, не знаю, для чего это делает конкретно реальный менеджмент, но найм – это важная часть. Возможно, это такая основополагающая вещь. Но все мои коллеги… Ну, ладно, не все хорошо, чтобы так не быть абсолютно точно. Большая часть моих коллег, которые участвуют в работе над школой, я думаю, делают это, чтобы делать мир лучше реально, чтобы работать с крутыми ребятами, чтобы учить и показывать, что можно делать, позволять людям реализовать какие-то свои желания и мечты. И в целом у нас есть такое большое желание делать хорошую школу. Потому что если бы мы делали формально, просто типа вот наняли кого-то и все, но мы бы так сильно не вкладывались, мы бы не старались тратить свое свободное время, свои выходные, чтобы лишь бы сделать крутую лекцию, сделать крутой семинар, хорошо обучить школьников, как-то проэкспериментировать. То есть, в общем-то, все реально вкладывают свою душу в этот проект. Вот. Я ответил? А, если… Да, окей. Смотрите, по статистике, ну, сейчас точную цифру не скажу, но абсолютно и подавляющее большинство вузников, они приходят работать в компанию, ну, сразу вот, выходя из школы. Тот, кто не идет работать, это, скорее всего, какое-то исключение. Либо человек учился и уже стажировался в другой компании у нас, он просто набирался опыта и пошел туда работать. Либо по каким-то другим нюансам, там, уехал в другой город или еще что-то. Поэтому, ну, не то, что там… Это даже не вопрос, там, расстраиваемся мы или нет. Ну, тут нет такой оценки. Вот. Поэтому это обычное исключение, но не бывает 100%, да, нельзя там вот всех сделать одинаково. Да, давайте. Здравствуйте, спасибо за доклад. Ни для кого, наверное, не секрет, что в IT очень большая мобильность. В принципе, IT-шник очень редко что-то держит, он может сегодня уйти уже на другое место работы. Так вот, есть у вас информация по поводу разницы между мобильностью тех, кого вы с рынка нанимали и тех, кого вы взяли со школы? Значит, вопрос про мобильность, вопрос на тему того, да, долго ли работают выпускники школы в компании. Выпускники школы работают гораздо дольше, прям вот каких-то готовых чисел я вам не скажу, но это, ну, прям ощущается, прям видно, что те, кто прошел вот эти 6 месяцев такого мини-ада, да, ну, грубо, вот, он, ну, если ему что-то не нравилось в компании, потому что он так или иначе погружается во все процессы, он видит, как мы работаем, он получает информации о нашей компании гораздо больше, чем вот просто человек, который получает за 15, там, за час собеседования. Поэтому, если он дошел до конца, то он уже, ну, вот все, совпадает, ему прям классно работать. Поэтому уход из компании школьников, он, ну, существенно ниже, то есть это прям вот мега значимая вещь. Это понятная часть от того, что многие, в принципе, идут, я думаю, с целью, чтобы пойти к вам работать. Те, кто идут в школу. Вот, ну, по-другому тогда вопрос. Вот из тех, кто были из первых потоков, как много осталось людей и сколько их было? Ну, там, например, с первого или со второго потока? Вот первые два потока, я как раз когда готовился, смотрю статистику, они были, ну, абсолютно небольшие, понятное дело, потому что новый проект, все такое. Там было порядка пяти, по-моему, выпускников, или шести выпускников первые два года. И из первого у нас работает два темлида, из второго тоже один или два. Ну, что-то в этом роде. В общем, первые два потока остались темлидами, и вот все это время работает. А возможно, что те, кто не остались, возможно, они и не попали работать. Сложно мне сказать. Но вот я прям видел те фамилии, которые оттуда еще и конкретно у нас работают. То есть это получается примерно процентов 30-40, да? Ну, если смотреть за 8 лет, ну, да, да. Это хорошая цифра, спасибо. Спасибо большое за доклад. Я хотел спросить, ну, вот вы, наверное, фигурально говорите школьники, а вот какой там минимальный, допустим, возраст? Минимальный те, кто у нас учится? Да. Вот в этом наборе, по-моему, самый молодой парень ему лет 20, по-моему. Да, 20. Спасибо. В целом у нас нет какой-то такой, знаете, там минимум-максимум. Такого особо-то нет. Максимум. Ну, максимум, чтобы двойное число было, да? Да, давайте, кто стукал микрофон. Смотрите, такой вопрос. Первое, все-таки процент от Сева вот очень хочется услышать вот на вскидку. Тут тоже курсы веду, и у меня все, скажем так, плохо. Ну, там 20% до конца доходит, но это для школьников реально. Вот у меня, например. Следующий вопрос, сразу же второй. Это лекторы, они являются сотрудниками, которые в рабочее время ведут лекции. Я правильно понимаю? Окей, два вопроса. Первый вопрос от Сев. Проценты, тогда вы считаете сами. Смотрите, 1200 заявок, это там примерно, из них получается 120-140 собеседований, из них получается 20-30 школьников, до конца школы доходит, соответственно, плюс-минус 10 человек. Вот такая воронка, и часть ребят, ну, понятно, когда мы их уже взяли школьниками, да, там до этого мы всех отсеивались, вот. А из этих 20-30 ребят уже, мы отсеиваем незначительное число, потому что мы, в принципе, ну, верим, что они классные и все могут, там уже ребята начинают отсеиваться сами. Кто-то не тянет, потому что много времени надо, кому-то неудобно ездить, кому-то стало неинтересно, кому-то просто сложно. Ну, причин миллион, вот, но там они, в общем-то, как правило, уже сами отсеиваются, но, конечно, мы тоже там все это мониторим, если кто-то там ничего не делает, но продолжает настойчиво хотеть прийти на работу, но тоже, да, извините. Вот. Второй вопрос, напомните? А, свое рабочее время, да. Лекции ведут, да, действующие сотрудники, значит, сами лекции у нас проходят вечерами, опять-таки, это все гибко, мы обсуживаем со школьниками, когда им там удобнее приходить, но обычно это там около шести часов вечера начинается лекция, поэтому, ну, это вроде как еще рабочее время у большинства разработчиков, но готовятся к лекциям, ну, все по-разному, кто-то в свободное время, кто-то там плюс-минус совмещая с нагрузкой обычной, но, как я и сказал, важен баланс, важно, чтобы не было перекоса, что вот есть разработчик, и он раз, и на неделю ушел готовиться к лекции. Это, в общем-то, плохо, это в ущерб. Тут нужно как-то стараться держать себя в рамках. Вот. Вот так. Я ответил на вопрос? Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, учебная нагрузка у вас какая в школе? То есть, вот сколько времени там ежедневно, в неделю тратят школьники на школу? Так, вопрос по объему учебной нагрузки. Смотрите, сколько тратят люди, это вопрос очень индивидуальный, потому что вот есть объективная вещь. У нас три лекции в неделю, это мы по-разному экспериментируем, у нас обычно было две лекции, потом мы добавили еще одну, и на одну из них можно не ходить, потому что это там более углубленное изучение какой-то темы, но, грубо говоря, три лекции в неделю, это то, что нужно быть. Мы стараемся сбалансировать, чтобы не по всем трем из них были домашние задания, потому что это реально тяжело, чтобы там одно или два домашних задания было. Сколько тратит каждый отдельный человек на домашние задания супер сильно зависит от того, насколько каждый хочет быстро сделать и насколько он много знает сам изначально по этой теме. Но, наверное, так вот по лично моим ощущениям, когда я был школьником и вообще с тем, что мне рассказывали, был на выпус, потому что я там не знал вообще ни Unix, ни что-то, Винда и все такое, а тут консоль и не Винда. Я тратил, наверное, 5-7 часов на то, чтобы почитать, поразбираться, погрузиться, ну, в неделю. То есть это расчет на то, что это где-то вечером, уже в нерабочее время для основной массы? Да, да, расчет у нас именно на то, что школьники, опять-таки, вопрос еще про возраст, да, школьники, они учатся, они работают, они где-то стажируются и школа, да, формат именно на то, чтобы ребята вечером учились, там, вечерами или там немного на выходных делали домашние задания, то есть чтобы ты, ну, не так, что там ты с утра до вечера сидишь и впахиваешь. И вот этот проект у них тоже вечером, скажите? Проект, да, стандартный формат проекта у нас в том, чтобы это было вечерами онлайн-встречи или редкие встречи онсайт, ну, в офисе, но вот в этом году мы сделали эксперимент, один из проект, один из, в общем-то, этих проектов мы взяли в виде стажировки, то есть ребята один или два дня в неделю сидели в офисе, конкретно вот с разработчиками, пили с ними кофе, болтали, ели наши печеньки, в общем-то, тусили на нашей кухне, вот, с нашими столами, все такое. И, ну, этот эксперимент был очень удачным, они прям суперкруто влились в компанию, так что это тоже есть, но опять-таки, мы с ними, ну, им предложили, хотите так попробовать? Они говорят, да, ну, окей, давайте попробуем. Но есть возможность и не тусить в офисе. Спасибо. Пожалуйста. Раз у тебя у меня вопрос. Насколько я понял, ваша школа, в первую очередь, рассчитана на, ну, скажем так, джуниоров, то есть молодых разработчиков. Пробовали ли вы организовывать что-то подобное, может быть, более сокращенном, немного измененном формате для тех, кто уже, ну, в индустрии находится, для разработчиков, ну, senior уровня, чтобы просто адаптировать к своим рабочим процессам и чему-то такому? Так, вопрос про то, кого мы учим в школе, мидлов, джуниоров или senior и пробовали мы учить senior. Значит, да, давайте начнем немножко такой, с другой стороны. Как правило, когда мы говорим, что человек супер-джуниор, ну, вот так вот, по ощущениям на собеседовании, то потом оказывается, что на рынке он, возможно, даже там, начинающий мидл или даже мидл. То есть мы как-то вот довольно серьезно подходим к сотрудникам, которых мы нанимаем с рынка. Вот, это первый момент. Поэтому, когда мы говорим, что мы готовим школьников, для нас они джуниоры, мы их называем джуниоры, да, понятно. Но на рынке зачастую они считаются как мидл там или вот почти мидл, ну, просто человек, который много чего знает и имеет какой-то опыт, но еще не перешел вот конкретно в мидл. составляющий, не набрал то большое количество, по которому надо. Поэтому, да, школа прежде всего сфокусирована на обучении молодых ребят, потому что, как я и сказал, мидл и синеров мы берем на рынке, нанимаем с рынка. И нет, мы не пробовали делать школу для синеров, ну вот, нет, не было такого опыта. Но опять-таки, ну мы даже как-то не думаем, ну, да, классно, когда синеры приходят с рынка, показывают, что же они вообще знают. Ну, то есть это тоже круто, приток Новой Крови. Дорогие друзья, к сожалению, время для вопросов у нас иссякло, вы можете продолжить в дискуссионном зале. Всем большое спасибо за участие. Всем спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...